Цифры прироста заболевших коронавирусом, а это 11 человек за неделю, свидетельствуют о том, что ситуация в городе остается напряженной. Ограничительные мероприятия на территории Тамбовской области, а соответственно и у Варва, действуют, сообщил открывая заседание председатель штаба. Поэтому задача все та же. Это координация действий, направленная на исполнение данного постановления с целью принятия максимальных мер по ограничению распространения инфекции. И сегодня обеспечить вот эту стабильность и выйти на уровень снижения заболеваемости, нам позволит только одно – это сохранять режим самоизоляции. К сожалению, большинство населения считает ношение масок и перчаток необязательным, но именно несоблюдение мер предосторожности дает отрицательные результаты, продолжила руководитель межрайонного отдела Роспотребнадзора Анна Уварова. У нас пошла волна заноса из семейных очагов в учреждения. То есть у нас уже случай есть в ТСК, на Граните. И от того, как руководители этих учреждений будут соблюдать разработанные ими противопедемические мероприятия, так и будет развиваться ситуация в этих учреждениях. И с учетом того, что у нас очень много жителей работают на инженерской птицефабрике, там тоже уже формируется достаточно объемный очаг, потому что уже у нас несколько человек заболели там коронавирусной инфекцией. Прирост заразившихся коронавирусной инфекцией сохраняется, проинформировала заместитель главного врача ЦРБ Лидия Шандалина. В субботу на базе больницы открылся ковид-центр, где в настоящее время находится на лечении 22 больных. Это не только Уваровцы, но и жители близлежащих территорий. Всего выявили 134 случая, из них 86 находятся на амбулаторном лечении. Вызовы для пациентов с признаками респираторной вирусной инфекции находились по годам от 17 до 20 вызовов. То есть для нас эта цифра, так скажем, высокая. Значит, ну вот посмотрим, что дадут эти праздники. Стараемся опять-таки всех смотреть на даму у пациента, который имеет признаки респираторной инфекции. Значит, и в поликлинику уже идут только выздоравливающие и с отрицательным мазком. Значит, осмотры тех, кто обратился, потому что все равно какой-то конкурент пребывает самостоятельно, проводится в боксе приема в покое, или же выделен кабинет в поликлинике на первом этаже рядом с регистратурой, или же в этом кабинете, чтобы не принимались пациенты на второй этаж. На совещании начальник управления правовой и организационной работы Наталья Коновалова озвучила изменения, которые внесены в постановление администрации области. Занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек. И расстояние между занимающимися должно быть не менее пяти метров. Прогулки на улице не более двух человек при условии социального дистанцирования. И включается посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок. Временно приостановлено, если ранее, до 11 июня был установлен период. Сейчас до 18-го бронирование мест и приема размещения каждого пенсионов, домоходов, лагерях. Также приостановлена деятельность организации общественного питания. Также был срок установлен до 11 июня. Сейчас период начинается с 12 июня до особого распоряжения. Еще одна хорошая новость о том, что начали работать многофункциональные центры. Мы уже работаем в открытом режиме, то есть оказываем услуги по всем услугам, которые были до карантина. То есть это более 200 услуг. Плюс нам добавились услуги вот сейчас по циклу. То есть можно прикрепиться на территории города и района, обратившись к нам. Будет прием граждан осуществляться только по предварительной записи. Поэтому вот удивительная просьба, чтобы люди предварительно все-таки записывались. Также в учреждении будут соблюдаться масочный режим, дезинфекции и все остальные необходимые меры. Ирина Мерзлякова, Виктор Викторов, НашГород. Спасибо. 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 Спасибо.